Всем привет, меня зовут Дмитрий Рогачёв, добро пожаловать на мой канал. Москва прощается за старым транспортом, уходят в прошлое некоторые трамваи, уходят в прошлое некоторые поезда, которые многие десятилетия перевозили пассажиров под землёй, и уходят в прошлое старые советские рижские электрички. Да, их ещё огромное количество по России и не только, но в Москву их заходит всё меньше и меньше, и возможно в этом году последние рижские электрички перестанут обслуживать столичных жителей. Поэтому в этом видео мы с вами проедемся на некоторых старых рижских поездах и попрощаемся с ними. Рижские электрички – целая эпоха советского железнодорожного транспорта. Она началась в далёком 1957 году, когда рижские вагоностроительные и электромашиностроительные заводы вместе с московским заводом «Динамо» показали советскому народу электропоезд «Рижский первый тип» или просто «Р1». Позже к их производству подключился Калининский вагоностроительный завод, ныне «Тверской». Уже в 1962 году первый тип производить перестали и сразу запустили производство второго типа. Те самые «Р2», тысячи вагонов которых ходили во все уголки огромной страны. «Р2» выпускались до 1984 года. Сначала с круглыми кабинами, а позже с плоскими. К сожалению, в Москве кругломордых поездов уже не встретить. До последнего времени один состав можно было увидеть в Петербурге, а количество модернизаций и изменений во время капремонта не поддаётся подсчёту. Самые старые рижские поезда, которые заходят в Москву, сейчас живут в Новомосковске Тульской области, но ходят в Москве по маршрутам Москва-Тула и вечером из Москвы в Серпухов. Мы с вами встречаем «Р2К-1133», построенный в мае 1977 года. По данным из открытых источников, с завода он поступил в депо Ильича, потом уехал в Лобню, затем в Тулу. С рождения имел 12 вагонов, но дожили не все, поэтому в составе сборная солянка. Один вагон с мягкими сидениями, другой с деревянными рейками, третий снова с мягкими сидениями. Состав попадал в аварию, горел. Так что сейчас в нём секции от поездов 1128, 1157, 1120, 1148, 2098. Пока подвижной состав на МЦД-2 полностью не обновлён, тульские поезда будут такими. Как только обновят, они будут доезжать от Тулы только до Серпухова. Более интересный поезд можно встретить на Павелецком направлении. Для любителей истории он гораздо интереснее. Сейчас мы на Павелецком вокзале и отправляемся отсюда на электропоезде R2K 1150, 1978 года постройки. И не зря рядом с ним стоят два аэроэкспресса. Аэроэкспрессы, как и эта электричка, следуют в аэропорт Домодедово. То, что этот состав ещё жив, я увидел у одного из своих коллег по блогерству. Я был удивлён такому маршруту. Казалось бы, в аэропорт для престижа нужно запускать что-то посовременнее. Но нет. Состав 1150 тоже не полностью состоит из своих секций. Были построены 10 вагонов. Начал работу в депо Москва-Октябрьская. В 1990 году в депо Кандалакша уехал уже 6-ти вагонный поезд. Ранее один вагон сгорел, а три передали в Ленинград. Потом и сам поезд вернулся в северную столицу, откуда начал путешествовать. С 2013 года успел побывать в депо Петербург-Балтийский, Петербург-Финляндский. Съездить в командировку в депо Рузаевка в республике Мордовия. Потом снова в Петербург, но уже металлострой. Затем Петербург-Балтийский. После переезда в подмосковное Домодедово состав отправляли возить жителей Крыма, но оттуда вернули. Потом отправляли в Новомосковск, но тоже вернули. Целый детектив с одним-единственным составом. К сожалению, такие путешествия ни к чему хорошему не приводят. Состав не в лучшем состоянии. Видно, что его несколько раз портили вандалы. Местами пришлось закрашивать их ужас. Запчастей не всегда хватает, так что иногда выкручиваются как могут. Есть и свежая проблема. Кто-то выломал дверь в туалет. Зачем? Большой вопрос. Сейчас этот поезд интересен не только своим маршрутам, но и вагонами. Практически во всех старые деревянные рейки. Ехать на них не очень удобно, но для любителей старого подвижного состава в самый раз. Зрители, признавайтесь, как бы вы хотели доехать до аэропорта Домодедово? С комфортом на новой электричке, куда стоят эти пассажиры? Или в ретро-поезде, которому больше 40 лет, на старых деревянных сиденьях? Чуть дольше, но и, конечно же, дешевле. Если хотите успеть, то бегом на Павелецкое направление. Не факт, что поезд проживет еще долгое время. Хотя, кто его знает, как жизнь повернется. Сейчас я вам предлагаю проехать в этом поезде от Нижних Котлов, уже переименованных в Ногатинскую, до Коломенского, которые так и не переименовали в Варшавскую. Субтитры делал DimaTorzok Домодедово 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 Еще новее поезда на Казанском направлении. Во время активности перед запуском МЦД много поездов переехало из одного депо Домодедово 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 Редактор субтитров А.Семкин